Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами рисуем акварельными маркерами. Что это за материалы и вообще, что они себе представляют и что можно нарисовать сегодня в этом видео. И давайте разберемся для начала, что такое акварельные маркеры. Это те маркеры, которыми можно нарисовать в технике акварель. Те же самые акварельные краски, только в формате маркера. Очень удобная версия для путешествий, для тех, кто куда-то часто выходит порисовать на какие-нибудь арт-вечеринки. Вам не нужна ни баночка с водой, ни дополнительные тюбики, не нужна там палитра. Вот это все можно оставить дома, а с собой взять наборчик маркеров для того, чтобы быть в процессе творческом и делать небольшие зарисовки. Сегодня у нас на обзоре маркеры от бренда Densksi. Мне очень нравится данный сет. Белый цвет это моя вот любовь. Очень красиво, гармонично все это выглядит. А маркеры, ой, просто прелесть. Посмотрите, какая красотень. Не только маркеры сегодня у нас будут в обиходе, но еще и черные линеры. Целый наборчик линеров, которые мы будем использовать для картинок в скетчбуке. Будут сегодня летние идеи. Как вы и просили, ждали, будем заполнять скетчбук уже летними идеями. Для сегодняшних иллюстраций я использую акварельную бумагу. Для того, чтобы добиться максимального эффекта от этих материалов и получить красивые иллюстрации. Конечно, мои работы некоторые будут немного нарисованы, возможно, неправильно, если меня сейчас смотрят профессионалы, кто уже давно рисует в акварельной технике и уже просто с закрытыми глазами интуитивно чувствует, понимает и видит. Да, как можно с закрытыми глазами увидеть? Ну да, даже прищурившись может увидеть все косяки, которые совершают те, кто только учится рисовать акварелью. Я из тех, кто только учится, поэтому моя первая иллюстрация будет это нарисовать шарик по туториалу. То есть я его не просто с головы рисую, а смотрю на какой-то образец, пример, референс из интернета, чтобы что-то попробовать повторить. Но и посмотрим, какая у меня получится из этого иллюстрация. И вам, конечно же, оставлю, точнее прикреплю тот самый туториал, по которому вы можете перерисовать эту иллюстрацию. Возможно, она у вас получится получше. И если вы нарисуете ее, обязательно поделитесь в инстаграме со мной вашими работами или в телеграме. Мне будет очень интересно посмотреть, что у вас из этого получилось. А для тех, кто не подписан на мой канал еще, подписывайтесь скорее, жмакайте кнопочку и колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики, которые выходят на этом канале. Давайте посмотрим с вами на палитру оттенков. Мне очень нравятся вот эти глубокие цвета, особенно зеленые, они очень интересные. Здесь еще есть один кислотный оттенок, я не знаю, для чего он вообще нужен здесь, но раз положили, можно его как-то где-нибудь применить. Я еще сделала выкраску цветового круга, посмотрите, с левой стороны у меня был такой вот насыщенный цветовой круг. Я размешивала только три основных базовых цвета, а с правой стороны я уже пробовала намешивать оттенки отдельно на палитре и уже делать выкраску. Она получилась, видите, такая более пастельная, мне очень нравится, как выглядит цвет, когда подсыхает. Конечно же, на акварельной бумаге чернила растушевываются, разбавляются водой просто идеально. Так как уже наступает лето и многие из вас уже планируют куда-то ехать, отдыхать, путешествовать. Может кто-то вообще к бабушке на дачу едет на целое лето. И как раз-таки такие компактные универсальные материалы можно брать с собой. Они занимают минимум места в вашей сумке, хотел сказать своей, ну да, в своей тоже, когда если я поеду, я тоже их буду брать с собой. И, конечно же, ими удобно пользоваться, не нужен никакой стаканчик с водой дополнительный или тюбики с краской, которые нужно брать с собой. У вас уже есть маркеры, фломастеры, которые наполнены чернилом, достаточно их разбавить водой. В данном наборе есть две кисточки для того, чтобы набирать туда воду и использовать, когда вы рисуете этим самым набором. Кисточка у наконечника чем-то напоминает наконечник кисти. Он очень эластичный, им действительно рисуешь как настоящей кисточкой. Эти маркеры вы можете использовать не только как акварель, но и просто как обычные маркеры. Ими тоже можно рисовать. Для любителей акварельной техники, мне кажется, такой наборчик очень-очень будет по душе. Так что можете присмотреться, если особенно вы куда-то сейчас уезжаете в отпуск и думаете, что взять по минимуму, чтобы не нагружать свою сумку материалами лишними, красками. Вы можете присмотреться к данному наборчику и взять его с собой в путешествие, чтобы всегда быть в творческом потоке, порыве. Ведь муза может нас настигнуть где угодно, когда угодно, даже мы можем этого не ожидать. Поэтому всегда материалы должны быть под рукой. Ну и самое главное, это скетчбук должен быть под рукой, чтобы что-то зарисовать, какие-то свои идеи, может что-то вас вдохновит в путешествии, и вы захотите это зарисовать в своем скетчбуке. Вообще-то я люблю все материалы, я люблю различные новинки, изучать, смотреть, на что они способны эти материалы, экспериментировать, рисовать, делать разные рисунки в своем скетчбуке. Но больше всего у меня лежит душа к спиртовым маркерам, и я ими рисую чаще. Из-за того, что я рисую ими чаще, акварель использую реже, поэтому у меня меньше опыта работы именно с акварелью. Поэтому сегодня для вас именно идеи для новичков или для тех, кто может не очень хорошо дружить с акварелью, как я, но очень хочется порисовать, чему-то научиться. Сегодня такие простые идеи, которые сможет нарисовать каждый, и, наверное, с этого начать свой путь развития и любви к акварели. Надеюсь, мы сегодня с вами что-нибудь такое интересное изобразим, и вам захочется купить акварель и начать изучать эту технику. Мне кажется, ни один художник не обходится без этих материалов и часто использует в своих рисунках. Что мне нравится в этом наборчике черных линеров? Мне нравится, что здесь очень много различных размеров. Посмотрите, 12 штук, и они идут с самого маленького размера, 0,01, до самого большого размера, это 4.0. Если приобрести себе такой наборчик, мне кажется, что он вас выучит в любой ситуации. Какую бы вы картинку ни нарисовали, у вас всегда найдется тот нужный размер для нужных элементов и потребностей для реализации своей какой-то задумки, идеи. Особенно для тех, кто любит рисовать комиксы, мангу, какие-нибудь скетчи, имена черно-белые, такие вот линейные. Мне кажется, такой набор очень классный, потому что не нужно заморачиваться, докупать какие-то дополнительные размеры. У вас уже все есть в одной упаковке. Единственный минус, на мой взгляд, что не хватает номерочков на колпачке и на попке самого фломастера. Это не такой существенный минус, он не влияет на работу, но если вы складываете линеры в стаканчик, вверх ногами или наоборот, вам, например, будет сложно найти тот или иной номер. Особенно с такой подставкой, как у меня, я вот никак не смогу увидеть номерочек именно сбоку. Мне нужно, чтобы номерочек был где-нибудь наклеен на колпачок или на заднюю часть фломастера. Поэтому с этой ситуацией я быстро справилась, распечатала наклеечки и приклеила на фломастер. Решила эту проблему. Теперь все отлично. Я очень рада, что у меня есть много разных размеров, и я теперь смогу рисовать и не заморачиваться, не бежать в последний момент в магазин и искать тот самый нужный размер, которого мне не хватает в наборе линеров. Можно комбинировать акварельные рисунки с черными линерами. Сегодня, вот как вы видите, вот такие у нас рисунки получаются, где я использую не только акварельные маркеры, но еще и черные линеры. Благодаря такому дуэту можно создавать реально необычные иллюстрации и делать что-то новое. Чернила у маркеров пигментированные, то есть они хорошо размываются. Даже после высыхания чернила можно еще как-то использовать, то есть смочить водичкой и уже работать с цветом. На обычной бумаге чернила хуже растушевываются, но это и понятно, потому что бумага не предназначена для таких техник. Если уж рисовать на такой бумаге обычной, то просто рисовать, закрашивать, но не использовать эти маркеры как акварельные маркеры. То есть не разбавлять водой и не пробовать рисовать какие-то акварельные иллюстрации. Для того, чтобы ваше впечатление не испортилось от материалов, которые вы купите. И если вы порисуете на обычной бумаге, вы будете просто разочарованы и очень долго винить себя в том, что вы взяли не те фломастеры. Многое зависит от того, на чем вы рисуете, как вы рисуете и соблюдаете ли вы основные правила, которым нужно придерживаться при использовании тех или иных материалов. Для каждых материалов существуют разные правила. Если вам интересно, вы можете почитать это в интернете, изучить, какими материалами, как стоит рисовать. Тогда не будет никаких ошибок, разочарований и ваши иллюстрации не будут испорчены. Ребята, напишите, как вам сами материалы, ваши впечатления и вообще, как вам сами иллюстрации, что вам понравилось, какие были ошибки, возможно. Можете мне написать, я почитаю и, конечно же, приму к сведению то, что вы написали. И в следующий раз постараюсь поправить и нарисовать акварельные иллюстрации уже с поправками. Возможно, немножко наберусь опыта, потренируюсь еще рисовать акварелью. Спасибо, что посмотрели это видео, желаю вам хорошего настроения, буду ждать вас в новых видосиках с новыми летними идеями. Всем хорошего настроения, пока-пока!